Губернатор Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром Трансгаз Томск» Владиславом Бородиным. Они обсудили итоги производственной и социальной деятельности газотранспортной компании и планы сотрудничества. В числе главных тем прошедшей встречи стала работа компании в 2020 году по обеспечению транспортировки газа и газоснабжения потребителей региона, а также инвестиционные проекты и социальные программы, реализуемые компанией на территории Томской области. От работы газовиков зависит стабильная работа крупных предприятий энергетики и промышленности, таких как ГРЭС-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, а значит тепло и электроснабжение жителей области. Высокая надежность поставок – результат планомерной работы по своевременной диагностике, ремонту и модернизации объектов и оборудования магистральных газопроводов. Говоря о сотрудничестве компаний с промышленными предприятиями региона, губернатор высоко оценил совместную работу по реализации дорожных карт о расширении использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области для компании «Газпром». За семь лет выполнения дорожной карты с Томской областью по «Газпром» закуплена продукция томских предприятий более чем на 20 миллиардов рублей. При этом ежегодный объем закупок увеличился в семь раз. Подводя итоги сотрудничества в социальной сфере, Владислав Бородин рассказал о большой работе, проведенной компанией по модернизации пищеблоков в детских садах и школах, установке детских игровых и спортивных площадок, ремонту спортивных сооружений, учреждений образования и культуры, поддержке спорта, помощь ветеранам и инвалидам. От общего объема в целом 14 регионов присутствуют, Томская область 50% мы отдаем по благодарности именно здесь, то есть вовлекаем финансовые средства именно в Томскую область. На эти цели компания направила за последние пять лет более 174 миллионов рублей. Компания оказала помощь медицинским учреждениям города Томска и Томской области в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции на сумму почти 8,5 миллионов рублей. Также Владислав Бородин проинформировал губернатора о том, что в настоящее время компания завершает строительство современного спортивно-оздоровительного комплекса «Кедровый». Участники встречи также обсудили перспективы взаимодействия по широкому кругу вопросов, включая сотрудничество по дорожным картам, совместные производственные и социальные проекты развития газоснабжения и газификации региона.